Всем привет! Сегодня я хочу вам показать мой город Безехайм в Германии, где я живу уже с 93 года. На ютюбе есть видео, и я хотел бы вам его предоставить. Значит, это у нас, можно сказать, центр. Здесь протекает река Энс, называется река Энс, а также есть вторая река Некар, намного больше, чем Энс. Это у нас мост через Энс, по которому мы идем в центр. Мы живем на одной стороне, а центр на другой стороне. Вот такая красивая площадка или вид с моста. Можно наблюдать, как плавают утки. Также у нас есть красивые лебеди. Было 5 штук или даже 6 штук, осталось сейчас двое. Они время от времени появляются новые, рождаются каждый год, ну и куда-то потом пропадают. Либо их забирают в другие города, либо, может быть, где-то что-то не выживает в условиях зимы или, может, как-то где-то что-то случается. Здесь у нас была старая мельница, и вода с речки поступала в эту мельницу, и люди, мельники мололи муку, делали и снабжали город продовольственной мукой. Потом из нее пекли уже различные там сдобы, хлеб и прочие дела. У нас до сих пор есть очень много пекарей, такие, которые сами пекут хлеб, и небольшие магазинчики, они в них этот хлеб сами... Хлеб и хлебобулочные изделия сами продают. Ну вот мы сейчас идем по направлению к центру. Такие узкие улочки. Безехайму уже, наверное, порядка тысячу лет. Это очень-очень старый город. Здесь было раньше и до сих пор сохранилась стена. Вот если вы с правой стороны смотрите, то здесь такая каменная стена. То есть там был такой замок в центре Безехайма, и там жили вот эти феодалы, или владельцы этих всех территорий, князь, князья и прочая элита города. Ну это где-то тысячу лет тому назад. То есть это очень-очень старый город Безехайм. Вот эти старинные различные элементы, да, они все остались. Здесь они находятся под защитой государства. Также у нас, видите, мостовые, да, они все из камней сделаны. Специальные такие камушки есть. Они очень прочные, могут тоже лежать сотнями лет, им ничего не случается. Ну дорога сделана с асфальтом, потому что по этим камушкам ездить неудобно. Машина тарахтит, все дребезжит, да, то есть они все равно неровные, и поэтому неудобно по ним ездить. Дорога старается делать асфальтированную. Ну такие элементы камней, они остаются, каменного старинного покрытия. И поэтому так вот, например, между улочек, там везде камушки такие. Здесь мы видим справа кафешку. Кафе, слева магазины. Здесь часы продаются, золотые изделия. А также вот эти, видите, какие улочки старинные. Это все-все осталось, вот как тысячу лет тому назад было. И люди, которые проживают в этих домах, они не имеют права все это ломать или переделывать. Или вот справа, видите, дома деревянные, да, им тоже по 300, по 400, по 500 лет. И вот как они были 500 лет тому назад, их до сегодняшнего дня сохраняют. То есть ты получаешь определенные, как говорится, описания, как должен выглядеть дом, как он раньше выглядел. Если ты хозяин этого дома, ты не имеешь права его что-то там переделывать. Его вид должен оставаться столетиями одинаково. Ну, вы видите, на улице у нас везде очень много стоит горшков с цветами. Безеха им считается туристическим городом, поэтому здесь очень-очень много туристов летом. Но сейчас меньше, потому что корона и прочие дела. Люди стали меньше путешествовать. А раньше, например, до пандемии все улицы были забиты различными туристами. Ну, вот здесь мы обычно сидим на улице, в кафе, заказываешь себе что-то, напитки, еду, и тебе приносят, тебе обслуживают. То есть очень много летом всяких заведений, все это на улице. У нас на улице проходишь вот так, и тут и очень много маленьких магазинчиков, и очень много маленьких кафе, ресторанчиков. Потом мороженое можно покупать, там пирожные, какие-то хлебобулочные изделия. Также у нас вот люди ездят вот на таких маленьких электрических автомобилях. Сейчас все больше и больше появляется электрических автомобилей. Но велосипеды почти что все уже у нас электрические. Имеется в виду такой аккумулятор там небольшой, моторчик, да, и все люди могут уже ездить на электрических велосипедах. Простые велосипеды, по-моему, вообще уже не продаются. А такие в основном электрические. Вот здесь по проулкам идем, гуляем в сторону центра. Здесь какая-то фабрика небольшая с правой стороны осталась. И здесь мы выходим на площадь, на нашу площадь, так называемый Альте Кельта. Это старое такое, старое здание. Здесь раньше, как старые подвальные помещения, там огромные подвалы есть каменные, и там хранилось вино. Так как в Безихаме и вокруг нас очень много есть гор виноградных, и там собирается этот виноград, потом делается вино. И вот в этом Альте Кельта, который был слева, там огромные такие бочки есть, не знаю там сколько тысяч литров. И там раньше хранилось вот это вино всех людей, кто занимался виноделием в Безихаме. А потом они это продавали, то есть сдавали как в общее такое пользование это вино, а потом продавали всем желающим. И очень много туристов есть, и вот сейчас вы видите, прямо, да, вот это Альте Кельта, там есть такой подвал огромный, и там вот эти бочки такие с вином. Туда можно спуститься, попробовать это вино различные сорта, некоторые там уже по 200-300 лет такие вина есть, да. И что здесь еще, ну вы видите тоже мостовая здесь осталась, все камушками заложено, тут асфальта нет, потому что это как было сотни лет тому назад, так это остается. Очень много цветов растет, не растет, вернее сажают люди, специально есть организация городская, и ухаживают, приезжают летом поливают, если жара стоит. Летом у нас тоже стоит жара иногда за 30 градусов, и поэтому есть городские службы, которые ездят и специально поливают все эти зеленые насаждения. Также мы сейчас идем, вот справа остается Альте Кельта, где эти винные бочки в подвале там находятся, и туда туристов приглашают, как-нибудь тоже видео сниму и покажу вам. А спереди ресторан там есть, Хирш, так называемый, как олень, там тоже очень много туристов сидят, и там можно посидеть, покушать нормально. Сейчас примерно сколько, наверное, уэра 20-30 стоит так. А, в этом Альте Кельтере, то что слева остался, там проводится, там есть огромный зал такой, и там проводятся постоянные концерты. Кто-нибудь из наших, из артистов приезжает туда немецких, и там они, постоянно какой-то концерт есть. Ну, правда, билеты очень дорогие, на подобные концерты, наверное, где-то 50 евро, есть там до 100 евро и больше. Но это известные какие-то европейские артисты, если они приезжают, то, конечно, там можно посетить. В этом Альте Кельтере там примерно, наверное, мест 200 есть зал, и все такие, а городские мероприятия различные там проводятся, юбилеи, да, и очень интересно. Ну, здесь идем по улице, просто обыкновенная улочка, и видим, какие старые здесь дома, да, старинные. Не то, что старые, они очень ухоженные, потому что люди за ними следят, но это дома, как там на домах написано, например, в каком году были они построены. Некоторым уже 500 лет, 400, там, не знаю, 600 лет, наверное, есть. И вот эти вывески раньше, как они висели, например, в кафе, в ресторанах различные, также флаги различных государств есть, вот тут висят в основном туристов, которые посещают город. И видите, все на улице, вот это стоит, всякие бочки, всякие надписи, столики, тут можно заказать себе, кушать. Вот зонтики, вон велосипеды стоят, машины, ну, очень-очень много различного хозяйства находится на улице. И как сейчас, конечно, народу очень доволен-таки немного, хорошо по улице можно так пройтись и показать это все. Ну, а в туристический сезон, конечно, все забито людьми, туристами, да, тогда, конечно, снимать не очень-то хорошо. Все это продолжается, вот вышли в сторону Радхауза. Это наш Радхауз, такое центральное место, где, видите, какой он немножко покошенный, но он такой тоже, уже ему там несколько сотен лет. И здесь у нас, как городское управление, всякие документы, бумажки, если кто-то приехал в город, хочет себя зарегистрировать, там должен он появиться, принести документы, регистрационное такое заявление сделать, куда, где, что поселиться. Потом всякие городские службы там, всякие вот эти службы по уходу за растениями, за детскими садиками, там всякие у нас есть дома престарелых тоже. Это у нас, кстати, колодец, тоже ему там пару сотен лет. И здесь, прямо в центре, возле Радхауза. Раньше люди отсюда брали воду и пили, да, она была питьевая. Ну, сейчас, как бы, тоже питьевая, в принципе, можно пить, но никто уже не пьет, естественно, да. Это раньше был такой колодец городской. Вот тут вход слева, это в рестораны, где тоже бочки стоят, это в основном, как они символизируют вино, потому что это винный город, и очень много людей занимается, занималось раньше виноделием. Сейчас уже, конечно, совсем другие профессии. И вот обратите внимание, возле домов камни такие сбоку так устроены, да. Это сделано было для того, чтобы, если кто-то на карете едет, да, чтобы он углы в доме не порасшибал, потому что, ну, дома хорошие, вот, аккуратные. А раньше кто-то, если ехал, например, на какой-то там, на лошадях, на телегах, они могли все это разбить. Поэтому уже столетиями так это все делалось, и есть вот дом делали, а возле него такие угловые камни специальные, чтобы не поранились стены этого дома. Видите, очень-очень много цветов, очень много всякие столики на улице. Устал ты, можешь сесть, отдохнуть, выбить какой-то напиток, идешь дальше. Справа это мусорки, если, например, ресторан какой-то или еще что-то, сюда складываются отходы, и потом это все дело увозится. Также справа мы видим какая-то школа, по-моему, здесь, вот, да, справа. Потом мы поворачиваем, здесь дорога идет вниз, а вид прекрасный такой на Безихайм. Ну, во второй части я вам еще много чего интересного расскажу. А сейчас у меня к тебе большая просьба, пожалуйста, подпишись на мой канал, и заходи почаще, просматривая различные видео. Каждый день можно узнавать что-то интересное и познавательное для своей жизни и для своего развития. Желаю тебе всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok